Сегодня в Крыму первый день траура по погибшим в Керченском политехническом колледже. Накануне там прогремели взрывы и выстрелы. По предварительной версии, один из студентов открыл огонь по ученикам-преподавателям, взорвал самодельную бомбу, после чего застрелился. На данный момент известно о 20 жертвах в знак солидарности с жителями полуострова. Во многих городах России прошла минута молчания. Тишина воцарилась и в школах столицы Красноярского края. В результате пожара на Толнахской, 81, пострадали два человека. Мужчина и женщина сумели покинуть горящую квартиру самостоятельно. В причинах происшествия разбираются дознаватели с места событий Александра Молодцова. Жители третьего подъезда вернулись сегодня домой раньше, чем планировали. И глазам открылась страшная картина. Двери взломаны, стены в копоте и повсюду вода. Алла Гончаренко примчалась домой после звонка коллеги, которая в разгар рабочего дня проезжала по Толнахской. Над твоей квартирой пожар, коротко сказала та. Хозяйка переступила порог и ахнула в гостиной по щиколотку воды. С потолка горячие ручьи. Вот два часа гребем, уже ведер 10 вынесли. Там все тоже залито, постель все-все залито. Все, все, перевизор вон, видите, где стоит. Руслан Мавлиев тоже оценивает последствия пожара. Вместе с отцом он снимает квартиру на пятом этаже. В момент происшествия никого не было дома. Пожарные разбили окно и вскрыли входную дверь. Они просто думали, что у нас дома дети, либо кто-нибудь там спит, чтобы не задушиться. Единственные, кому потребовалась медицинская помощь, это жильцы злополучной квартиры на третьем этаже. Из помещения мужчина и женщина выбрались самостоятельно. Их доставили в больницу с незначительными ожогами и отравлением продуктами горения. Пожарные дознаватели начали проверку. В квартире происходило горение домашних вещей и мебели на площади 7 метров квадратных. В настоящий момент проводится проверка, выясняются причины пожара и виновные. Будут рассматриваться такие причины, как неосторожное обращение с огнем при курении и электротехническая причина. Для соседей, которым еще предстоит навести порядок в квартирах, причина пожара очевидна. На предложение рассказать о погорельцах вспоминают о постоянных шумных вечеринках и показывают на бутылки из-под пива, которые до сих пор стоят в подъезде. Александра Молодцова, Евгений Жуков, Вести, Норильск. Норильскому аэропорту выбирают имя. Список фамилий определили в Красноярске. Воздушная гавань Таймыра одна из 45, которым будет присвоено имя одного из известных людей России. Гражданская ассамблея Красноярского края предложила 6 вариантов, но северяне могут пополнить список. Предложения будут принимать с 22 по 28 октября на сайте Великие имена. А что знают горожане о людях, чьих заслуг и подвигов достаточно для того, чтобы их имена были присвоены аэропорту, выясняла Вера Шелепова. Мы таких людей не знаем в нашей школе. Я их не знаю. Чтобы россияне узнали о великих соотечественниках и задумывался этот проект. Дополнить официальные наименования аэропортов именами известных людей. У известных норильчан очень много. И они известны именно для норильчана, а не для кого-то либо другого. Это очень сложно. Для того, чтобы появиться в названии местного аэропорта, не обязательно родиться в этом регионе. Главное – сыграть в судьбе территории не последнюю роль. В Дорильске это в первую очередь Николай Урванцев и Александр Сотников. Их имена попали в лонглист. Ну, а, это из совсем старых получается. Вот Урванцев, Сотников. Это из совсем старых. Но они же родились не в Норильске. Разве Николай Урванцев родился в Норильске? Урванцев не родился в Норильске, но остался здесь навсегда. Он уроженец Нижегородской губернии. В 26 лет приехал на север, чтобы разведать залежи каменного угля для кораблей «Антанты». В политической жизни не участвовал. В отличие от незаслуженно попавшего в его тень Александра Сотникова. Среди них он мне больше всех известен. И фамилия звучная. Поэтому я считаю он. Этому исследователю Таймыра службу в Белой армии не простили. 29-летнего Александра Сотникова расстреляли в 1920 году. Сразу после экспедиции во главе с Урванцевым. Именно ему достались лавры первооткрывателя. Изначально шла речь о том, чтобы в список для голосования не включали имена политических деятелей ушедшего столетия. Позднее ограничения сняли. Нам нечего бояться, заявили в ОНФ. Среди неоднозначных личностей заместитель наркома внутренних дел, осуществляющий общее руководство промышленно-строительными структурами НКВД Авраами Завинягин. А кто у нас знаменитый? Завинягин. Завинягин можно назвать. У нас комбинат имени Завинягина. Имя маршала советской индустрии в первоначальный список не попало. Но если северяне проявят активность, ситуацию можно будет изменить. Предложения будут принимать с 22 по 28 октября. Пока же в перечне, помимо уже названных исторических личностей, главный архитектор проекта города, один из авторов генплана Норильска и его почетный гражданин, рожденный в Санкт-Петербурге, Витольд Непокайчицкий. Северная воздушная гавань может получить и имя заслуженного пилота СССР Ивана Масловского. Уроженец деревни Карачагово Красноярского края руководил норильским авиапредприятием в течение 30 лет с 1967 по 1997 годы. В честь него даже назвали один из вертолетов на Вальке. Еще один выдающийся россиянин, советский летчик, участник спасения экипажа парохода Челюскин, член арктических и высокоширотных экспедиций Михаил Водопьянов. Он тоже не был норильчанином. Замыкает список выдающийся ученый-минералог, основоположник прикладной минералогии Николай Федоровский. Я бы хотела оставить аэропорт Лыкелем. На самом деле норильский аэропорт никогда не был Алыкелем. Это название поселка, который находился рядом. Официальное название местного аэропорта – Норильск. В России много воздушных гаваней, названных в соответствии с неслойными пунктами, в которых расположены. Присваивать же аэровокзалам имена соотечественников новое поветрие. В мире эта практика давно распространена. В Нью-Йорке – Джона Кеннеди, в Париже – Шарля де Голля, в Риме – Леонардо да Винчи. Имена великих людей России станут частью уже существующего названия 45 аэропортов страны. Вера Шелепова, Сергей Карпов, Вести, Норильск. Норильский перинатальный центр начинает прием. Торжественная церемония пройдет позже, в субботу, 20 октября. Всем, у кого начались схватки, нужно будет ехать в Аганер. На всякий случай родовая будет работать и на Богданах Мельницкого, 18. Норильские дороги посыпаны грандшлаком. Ситуация под контролем. С таким заявлением сегодня выступил руководитель Норильск-Автодора. В сутки на уборку проезжей части выходят до 20 единиц техники, пескоразбрасыватели, крейдеры, самосвалы. Однако норильчане уверены – этого недостаточно. Мнение сторон выслушала Екатерина Луцев. Ее долго ждали, и она пришла. Но автодорожники все равно оказались не готовы. Зима, пусть и не календарная, вступила в свои права. Первый снег и первая гололедица. Пешеходы поскальзываются, автомобили буксуют. Водители ругают дорожные службы. Ну, они посыпают только мало. Надо все посыпать вот в такую погоду. Все же растаяло почти, что ноль градусов. А посыпано только, ну, участки такие мелкие. Вы бы какую оценку поставили под дорожникам? Троечку. Ну, я скажу, пока снега нету, хорошо. Ну, только отсыпку мало делают. Не везде посыпают. Где-то посыпано, где-то нет. Вчера, например, посыпано было только на Мира. А больше я нигде не видел. Вы какую оценку поставите под дорожникам? Можно не говорить. Честно. А вдруг обидеться? Нелегко и пешеходам. Если проезжую часть еще как-то посыпают, то о тротуарах, похоже, просто забыли. Очень плохо. Очень скользко. Вот сейчас иду еле-еле. Пока не видел. Вот сегодня, может, первый день увидел, что посыпали. Ну, вообще зимой посыпают, конечно. А вот эти три дня, что пришлось в окна? Не видел. Не посыпали? Нет. На работу пешком хожу, поэтому вижу. В Норильске автодоре с претензиями норильчан не согласны. Говорят, и дороги, и тротуары посыпаем ежедневно. В сутки на городские дороги выпадает до 200 тонн грандшлака. Но перед непогодой автодорожники бессильны. Да, в это время были очень сложные погодные условия. Вы помните, был снег, был ветер. Наверное, многие водители видели, что тот материал, грандшлаг, который разбрасывает пескоразбрасыватель, он сдувался. Но тот, что оставался, он все-таки каким-то образом помогал. Да, была проблема у нас на Рудной в районе Толнах. Да, там в Толнахе был очень большой снегопад, ветер. Евгений Болгов продолжает, согласно нормативам, во время обильного снегопада проезжую часть должны очищать, а не посыпать. Ведь грандшлаг тут же застилает снежное покрывало. Очисткой дорог в Норильске занимаются две организации – ЦАТК и Илан-Норильск. В зоне ответственности первой – трасса Далыкеля. Остальные участки под контролем Илана. И претензии к качеству работ нужно направлять в эти организации, резюмирует представитель Норильск-Автодора. Хотя сообщить о проблеме можно и диспетчеру у ЖКХ. Екатерина Луцов, Сергей Карпов, Вести, Норильск. Лучший участковый Красноярского края норильчанин Амиран Мамуладзе стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый». За него проголосовали почти полторы тысячи человек. Серьезный взгляд, размеренная речь и вера в свое дело. Пожалуй, так вкратце можно описать Амирана Мамуладзе. 34-летний мужчина работает в МВД уже 12 лет. Из них четыре – на должности участкового уполномоченного. Родился в Минусинске. Полицейским мечтал стать с детства. Интерес к профессии привил друг родителей. Сотрудник тогда еще милиции. Мечта сбылась. И о своем решении Амиран Мамуладзе не пожалел ни разу. У нас же написано «Тяготы решения». Какие-то есть тяготы, какие-то есть решения. Плохого нету ничего в нашей службе. Как обычная работа, как у других. Просто может быть немножко больше ответственности. Самое сложное – это, наверное, узнавать людей новых на территории обслуживания. Нужно знакомиться с участком, когда только перевелся сюда. Потому что люди разные. Каждому человеку нужен свой подход. Это одно из таких проблемных. То есть нужно, чтобы люди тебе доверяли. И люди доверяют. Подконтрольная территория Амирана Мамуладзе – это не только 16 жилых домов, но и администрация, молодежный центр, библиотека, роддом. За работу народного участкового поблагодарили почти полторы тысячи человек. Лайки в онлайн-голосовании – это своеобразное спасибо от норильчан за спокойствие и уверенность в собственной безопасности. Сам полицейский скромно отмечает – хорошая обстановка на участке – не только его заслуга. Все сводится к профилактическим мероприятиям, которые мы проводим. Соответственно, есть у нас силы и средства, которые задействованы. Помимо участковых, охрана общественного порядка, соответственно, те же сотрудники патрульно-постовой службы. Норильчанин впервые победил в краевом конкурсе участковых. Поэтому Амиран Мамуладзе навсегда останется в летописи норильской полиции. Конечно, связано с его отношением к служебной деятельности, с его отношением к гражданам на территории обслуживания. И, конечно же, это связано с добрым отношением граждан к данному участковому полномочной полиции. Мы горды тем, что наши жители понимают службу участкового полномочной полиции. С 1 по 10 ноября пройдет всероссийский этап конкурса «Народный участковый». Фотографии анкеты Амирана Мамуладзе появятся на официальном сайте МВД России. В полиции надеются, норильчане не оставят его без поддержки. На Таймыре завершился северный завоз. Последним в этом году топливо получил носок. Котельную поселка полностью обеспечили сырой нефтью. Всего в труднодоступные отдаленные населенные пункты района по воде доставили более 40 тысяч тонн угля и около 12 тысяч тонн дизельного топлива, масел и других ГСМ. Отмечен новшеством этого года стало увеличение объема поставок осветительного керосина на 10% до 115 тонн. Горючее решено завозить не только северянам, ведущим кочевой образ жизни, но и промылсловикам, что серьезно усложнило логистическую схему. Часть населенных пунктов керосин доставят уже по зимникам. Это Воронцово, Хантайское озеро, Хита, Новая и Катырык. В целом, конечно, навигация в этом году была достаточно спокойная. Уровень воды позволил во все населенные пункты беспрепетственно пройти. Единственные у нас были сложности с проходом судов в Хатангу, в проливе Велькицкого и в Хатанском заливе. Навигация достаточно поздно началась, но при этом благополучно все завершилось. И сложности у нас были с Усть-Авамом. Объем почтовых отправлений из Китая перед Новым годом вырастет в три раза. Таков прогноз сотрудников таможни. Успеют ли сибиряки получить свои посылки в предпраздничном ажиотаже? И какие изменения в скором времени ждут поклонников онлайн-шоппинга? Расскажет Елена Авчаренко. Пункт международного почтового обмена. В этих мешках то, что люди заказывают по интернету из Китая одежда, обувь, игрушки. Здесь расположен груз с одного самолета, общим весом 23 тонны. Почтовый рейс из Китая два раза в неделю. Первый груз из Поднебесной проверяет овчарка Фрида. Ищет наркотические психотропные вещества. На службе в таможне уже почти пять лет. Как она себя ведет, если вдруг что-то обнаружит прозрительное? Начинает доставать царапочки. Вот буквально в прошлую смену три задержания было, отправлено на экспертизу. Но экспертизы еще нет. А ну это вероятно что? Ну вероятно. Либо сильнодействующий, либо наркотический средств. После проверки каждую посылку взвешивают и сканируют штрих-код. Данные тут же попадают в единую базу, чтобы получатели смогли отследить отправление по трек-номеру. За сутки здесь оформляют до 65 тысяч пакетов. В ноябре посылок станет в три раза больше, говорят представители почты. Горячий сезон в преддверии Нового года. Мы дополнительно привлекаем персонал, порядка 200 человек, тем самым увеличивая рабочие мощности объекта Новосибирского ММПО. И в свою очередь оперативно обрабатываем все посылки и мелкие пакеты. Задержек с доставкой не будет, выверяют почтальоны, если в посылке нет запрещенных предметов. К примеру, холодного оружия, кастеты и самурайские мечи в этом году уже не раз изымали на таможне. Запрещена сегодня и шпионская техника, ручки, часы, пуговицы, в которые встроены скрытые видеокамеры. Изымают и таблетки, которые содержат вещества, запрещенные к продаже на территории России. Также проводится огромная работа по факту выявления контрафактной продукции. По обращению правообладателей о защите своих прав было отказано в выпуске 173 отправлений в отношении товаров, маркированных такими знаками, как Шоль, Шанель, Мерседес. Нормы беспошлиного ввоза товаров из-за границы в новом году изменят. Один покупатель сможет заказывать в месяц товаров не более чем на 38 тысяч рублей. Сейчас эта цифра в два раза больше. Если посылка дороже, за нее придется доплатить. Елена Авчаренко, Андрей Куропаткин, Вести, Новосибирск. 19 октября в Норильске ожидается облачное с прояснением, временами небольшой снег. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток от 4 до 6 градусов ниже нулевой отметки.